Ну, вот мы подошли снова. Здравствуй, старый дом. Здравствуй, старый двор. И такие же древние гаражи, которые портят весь вид. Вот соседний дом. И вот только в этом году сделали капитальный ремонт. Он такой покрашенный весь. А бабушкин дом, он такой старенький. Может, его в следующем году отремонтируют. Ну, а мы пойдем сейчас. Зайдем во двор. Вот у нас тут, как же без луж. У нас во дворах лужи есть. Вот так вот. И вот мы заходим в старый-старый дом. Вон там, на третьем этаже мы жили. Сейчас мы туда подойдем. Сейчас мы идем так. Вот здесь тоже опять гаражи. По настроению раньше здесь были детские площадки. Горки были. Вот здесь стоял теннисный стол. Мы играли в теннис. А чуть дальше в футбол играла. Площадка маленькая была. И вот от всей этой инфраструктуры игровой остался старый-старый турник. Вот она. Вашему вниманию. Смотрите, какой он стал. Он такой, такого вида не от того, что на нем все время занимаются. А от того, что он просто немножко древний. Ну, вот сейчас золотая осень. У нас тут все в листьях. И вот там, на третьем этаже, вот эта вот квартира. Была бабушкина квартира. Ну, и моя. И Маринка там жила. Ну, и вот это вот мы все. Вот это я против солнца. Надо сейчас сюда подойти. Это соседний дом отремонтированный. Такой желтый дом. Почти как у Ван Гога. А, нет. Ну, да. Вот, посмотрите. Вот это виды. Сейчас ничего здесь нету, кроме моей жены, которая решила снять альтернативную версию фирмы. Вот. А сейчас здесь машины, машины, машины. У нас очень много машин. И вот эти деревья, старые-старые деревья, которые были посажены. Маленькие саженцы были, когда мы въехали. Мне было 10 лет. Значит, вот этому дому и этим деревьям уже больше 50 лет. Ну, вот здесь мы зайдем еще. Это мы вышли на улицу Уровского. Особенность этого дома заключается в том, что он граничит с частным сектором. Это частные дома у нас, так называются частный сектор. Которые были тоже построены давно, даже раньше. Еще раньше, чем этот дом. И в них сейчас живут, наверное, внуки тех, кто их строил. Ну, вот так вот. Вот он граничит, этот дом, он граничит с этим, с частным сектором. А вот рядом российские человечники, человейники, муравейники, человейники. Вот такие дома у нас строят посреди частного сектора, где 20-25 этажей. На каждом из них по 15 квартир. Ну, в общем, ужасные дома. Хоть и новые. Но мы сейчас идем по району, в котором находится этот дом. Бабушкин дом. Старенький. Ну, даленький. Вот с этой стороны. Это послевоенные, наверное, дома. И вообще уже, не знаю, бог знает сколько лет. А может, даже и довоенные. Они четырехэтажные, с деревянными перекрытиями. Ну, вот еще я покажу этот двор. Видели? Вот здесь двор. Вот здесь. Вот мы идем по улице. На которой стоит бабушкин дом. Вот такие у нас здесь красивые дома. Старые, но их недавно покрасили. У нас тема такая сейчас, кирпич. Старый кирпич. Красят, штукатурят, красят. Вот. И еще вот эти хрущевки, так называемые. Они сейчас все в трещинах. Вот видите, старые. Там у них этот, чтобы не развалились стены, их укрепляют железными, железными такими, уголками железными. Ну, не знаю как. А сейчас мы подходим к самому классному месту на Сельмаша. Это сквер. Здесь сталинские дома. Вот эти красивые дома. Они старые, 50-х годов. Сталинские. Сталинки их называют. У них большие комнаты, большие окна. Кухни большие. И, как бы, они считаются престижные. Хоть и старые, но все-таки людям нравятся. Потому что там все большое. А это есть администрация нашего района. Напротив нее красивый такой скверик. Он сейчас красивый. Раньше он не был таким красивым. Сейчас он здесь в плите.